Полное юридическое право на то, чтобы работать по вот этой территории, полное юридическое право. К сожалению, ну, понятно, там граждане России, там большинство граждан России, ну или, по крайней мере, подавляющее большинство, там есть наши солдаты. Но, опять-таки, Грузии, наши солдаты в Южной Осетии, к сожалению, не помешали лупить грады на Пацхенвалу, потому что, опять-таки, они имели по международному праву и так далее. Понятно, что у России другая позиция, и там Южную Осетию мы признали и так далее, но на тот момент, кстати, еще, по-моему, не признали. Вот, и, ну, тут совокупность всех факторов, и я думаю, что удар как раз-таки со стороны Молдавии и Румынии, а это, по сути, одно и то же, к сожалению или счастью, очень может быть нанесен. Вот это из всего вот этого фантасмагорического плана, на данный момент фантасмагорического, в далеком будущем я с тобой согласен, что, скорее всего, ну, надо рассчитывать на силу НАТО. Я думаю, не в далеком будущем. Во-первых, вспомним, что весной 2022 года они внесли поправку на пятую статью устава НАТО, да, где каждая страна, член Альянса, имеет право участвовать в боевых действиях самостоятельно, не рассчитывая на помощь НАТО. Весной я был на подвале у вражеской, поэтому я немножко... Пропустил эту... Пропустил эту... То есть, вот смотри, к примеру, если поляки решают влезть в войну, не взирая, там, не рассчитывая на помощь, да, то есть они заводят консидент на территорию Украины. К примеру, для того, чтобы не получать ракетами по Варшаве, они говорят, это не наша армия, они все уволились за сутки, вот там, сейчас у них там 1150, ну, пусть будет там 200-300. Вот 300 тысяч в один день на северо-портал уволились, как поехали добровойцы, вот, вступили в интернер, на танках, на танках сами поехали, да, на северокорейских К-2, Black Panther, да, 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 вступили в интернациональный легион, ВЦУ, короче, там, да, Теробороны, ВЦУ, как там там у них называется, вот, Теробороны, ВЦУ, как там там у них называется, вот, Теробороны, Маршава, в составе ВЦУ, да, 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 не буду говорить плохих слов, хотелось, вот, и, как бы, вот они заходят, да, и логично, тут они правильно прощаются, Италия, то есть те подразделения, которые сейчас держат совместную границу, Украина-Беларусь, Украина-Россия, да, то есть они могут выйти полностью, все, причем все силовые ведомства и полиция, да, абсолютно все, Могут уйти на левый берег Днепра, и, как бы, там участвовать в войне непосредственно на фронте, да, а вот поляки, как раз, они будут на Западной Украине, отлично себе, как бы, и потом же их не прогонишь, понимаешь, то есть такой, они пришли, как бы, на помощь, ребят, мы тут вас сейчас прикроем, То есть обеспечить безопасность объектов, всего, объектов, субъектов, субъектов, всего, как бы, да? Даже, смотри, даже сможем огородить вас дополнительно коручей проволокой, создать отдельные районные резервуации, Ваш городок, как красиво звучит резервуация, да, 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 они забудут своего гетто, то есть, они, они воспользуются, видимо, их идеологическими, Какими-то предками, которые, там, они очень сильно вдохновляются, и создадут такие... Сделают слово шляхту. Да, 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 вот, поэтому, не, понятное дело, что в Мриях поляков, безусловно, присутствует история с оккупацией или аннексией территории Западной Украины, Которая многим воспринимается, а в отдельных случаях и является территорией исторической Польши, Но, я бы для начала, все-таки, предложил подумать на Великую Вильнюсу. Да, Великий, великий польский город Вильню, Вильню, ты правильно называешь, Вильнюс, это какое-то сепаратистское название. А вот, историческое, они же, там, за историческое название Калининградской области, знаешь, как они такие вот, все истории? Да, да. Поэтому мы за историческое название города Вильнюс, город Вильню, польский, вот, я думаю, что пусть в ту сторону направятся и чайни, и в Вильню. Для начала надо все-таки договориться с Литвой, подвести к ней 150 тысяч польских солдат и договориться мирным путем, пока Литва не нападает на Эстонию, там пока никаких боестолкновений нет, поэтому ввести войска будет сложно объяснить это международному сообществу, чтобы они все-таки немножечко ориентируются. Они там сейчас делают сильнейшую армию в Восточной Европе, поэтому международное сообщество, оно, конечно, хорошо, ровно в тот момент, что когда-то что-то тебе может противостоять. На данный момент польская армия значительно сильнее армии Бундесвера, например, Германии. Вот у Германии есть много денег, но нет армии, а у поляков, может быть, поменьше денег, но есть армия, и кто из них круче? Ну, они готовы прийти в Германию, в Забахстане, надо поляков, может быть, в Германии, в Германии, в Ваши Университете. Они не так, в 1945 году нормальная территория. Сначала они в 1918-м отжали Данцик, потом они отжали у них, благодаря тому, что добрый Сталин решил поделиться территорией с Польшей, в восточные регионы Германии. Так что там у них есть о чем, в общем, есть им о чем покупать, что они лезут к нам. Вот этого я не понимаю. Так, бывают следующие новости. Вот у нас на протяжении текущей недели в сети появлялось много информации, снимают залужного, не снимают залужного, кто будет вместо залужного. Друзья, напомню, что залужный – это главнокомандующий вооруженными силами Украины, да, то есть, по сути, это лицо, которое принимает решения украинской армии в армию нашего противника. Ну, после непосредственно Зеленского, да, у них часто споры были, мы знаем о некотором решении, тем не менее, он обязан подчиняться их верховному главнокомандующему, да, то есть, это серьезная должность, которая, наличие которой, конечно же, влияет на ситуацию на фронте. И вот на этой неделе было много таких новостей, что вот его вроде бы снимут, то есть, там, вбросы были, причем эти вбросы начали вчера, то ли Башингтон-Пост, то ли Башингтон-Пост, да, да, они серьезно уже, что, да, плюс Башингтон-Пост заявили, что, по-моему, даже сегодня, ну, вчера, ну, буквально ночью, да, вот что такое, что Украина предупредила Америку, что собираются снимать залужного, да, вот, то есть, интересный момент. Я бы хотел на что обратить внимание, во-первых, нужно понимать, что вбросы такого уровня, даже если это правда, что, скорее всего, скорее всего, это произойдет, но то, как эта информация заходила в информационное поле, да, то есть, сначала подконтрольные офису президента Украины блогеры, там, спикеры, начали об этом говорить, что информация подтверждается. Более двух часов, окно не опровергал, опять, окно не опровергал, да, потом, вроде как, опровергли, что это не так, там, причем опроверг спич Райтер Зеленского, да, тут ему все тексты будут, вот, причем тоже так, как-то так не уверенно опровергли. Это я к чему? Нужно понимать, что иммунитет у человека, у человеческого организма есть к оксинодам, к бактериям, к вирусам, также наша психика, наше сознание имеет иммунитет к информации. То есть, информация, которая попадает, да, какой бы она ни вызывала резонанс в обществе, как бы ни вызывала у нас эмоций, если эта информация прошла, скажем так, в виде вброса, не подтверждена. Спасибо.